Ярославские гонщики продолжили список своих побед. Со второго этапа Кубка России, который прошел в Тверской области, они вернулись с несколькими трофеями. Два дня гонки дались нелегко. Елена Третьякова знает, с какими сложностями пришлось столкнуться ярославцам. По словам оралистов, двухдневная гонка была сложной. Длинная дистанция, большие колеи. На узких частях дорог образовывались так называемые затыльки из вышедших из строя машин. Эти соревнования тяжело дались экипажу Верещагина и Петрова. В новой машине гонщики еще не успели как следует привыкнуть. Третье командное место взяла команда СТК «Мотор». Второе место в Р-2 в чемпионате. Первое место в ЦФО. И второе место даже в Абсолюте. Центрального федерального округа. Автомобиль новый, мы к нему привыкаем. Но второй день мы уже подразогнались. И стали, наверное, стоять упущены. Жалко, что нам не хватило, я думаю, еще километров бы 30-40 боевых. А так бы, я думаю, мы бы могли выиграть все, что там разыгрывалось. Все эти призовые места можно считать двойной победой экипажа. Главной сложностью стала притирка к новому автомобилю. Он появился у них в январе. Так называемая донорская машина, та, от которой родным остается только козов, здесь Форд Фиеста. Самое интересное в гоночном автомобиле начинка. Когда шлем едешь, во-первых, устает очень, уши, голова устает. Поэтому мы используемся такими наушниками, подключаемся. И друг друга отлично слышим, но никаких абсолютно посторонних шумов. Ручки специально сделаны яркого цвета, чтобы не перепутать. Потому что одна переключение коробки передач секвентальной, другая ручной тормоз. И даже вот мы когда не могли привыкнуть к этой коробке, к новой, постоянно надо получалось путать. И мы даже в Ростове, в Великом, в фугроб полетели из-за того, что место ручника перепутали. Мотор у нас может быть только 1600, чтобы мы, допустим, на двух литрах не ехали, гонку не выиграли, потом поставили новый. Поэтому после гонки всех призеров кломбируют. Если нам нужно что-то сделать с мотором, мы вызываем техделегата из Москвы и вскрываем при нем, и он замеряет объем цилиндров. Гоночный автомобиль – дело не дешевое. Подготовка встала в 2 миллиона рублей. Без спонсорской поддержки красавские гонщики не смогли бы участвовать в соревнованиях. При поддержке стратегии 7.6 клуб СТК «Мотор» выступал на этих гонках, прошедших четырьмя экипажами. Естественно, были неудачи, два экипажа просто сошли с трассы. Но Петров и Верещагин показали очень классные результаты. Впереди экипаж ожидает третий этап чемпионата России. Он состоится в середине марта в Сибири. Экипажу предстоит показать себя в долгодневной гонке. Сначала в центре Екатеринбурга, а затем на трассе под городом Азбек. Елена Джетякова, Александр Быков, Городской телеканал.